Сюжет футболиста карьеры полностью вымышлены. Всякий сход с реальными событиями является абсолютно случайным. Есть инстаграм. Ссылка на инстаграм аккаунт нашего футболиста. То есть, ну, именно нашего вот этого персонажа карьеры за игрока. Так что, кому интересно следить за его теперь уже соцсетью, то обязательно подписывайтесь на его инстаграм. Можете и на мой тоже подписаться. Ссылочка будет, естественно, в описании. Итак, сегодня у нас снова два месяца. Сегодня у нас октябрь и ноябрь. Это в сумме 13 где-то матчей. Почитал я ваши комментарии. И решил кое-что здесь, да, изменить. Сложность игры я тебе представлю на лучшего игрока. Сейчас я выложил на канал предыдущую серию. Так что вы можете ее оценить. Комментарий пока что под ними я не видел сильно. Но прислушиваюсь к предыдущим еще и видеороликам. Именно по карьере за игрока. Многие, ну, один уж точно человек мне написал, что нужно сложность повысить. Потому что он говорил, что я тоже плохо играю. Но на профессионале уж точно не играют. Всегда пытаюсь лучше. Ну, все, мне кажется, если я забил уже даже хэтрик, пусть и ротору, то надо повышать теперь сложность. Дальше. Следующее это уже мое предложение. Мне не понравилась камера. На самом деле мне немножко неудобно на ней играть. Я лучше поставлю, как и была у нас камера-профи. Многие также писали насчет того, что фу, зачем ты так переходишь из... Ну, это именно, к примеру, из химок в локомотив. Лучше сидеть и ждать, пока тебе кто-то предложит. Зачем? Это моя карьера. Я воспользовался возможностью именно проэволюшена сокера. Потому что в FIFA такого нету, такой опции, функции, чтобы я сам мог предлагать себя другим клубам. А здесь это есть. Здесь как будто у меня появился свой собственный агент. И я просил его, и все. Мы договорились с локомотивом. Вот и все. Многие, да, писали под уже, получается, предыдущим роликом «Оставайся в локомотиве». Я подумаю, на самом деле, давайте до зимы. Зимой, то есть уже в следующем видеоролике, когда откроется зимнее трансферное окно, я еще раз подам предложение в «Зенит». Если его отклонят, ну, то все. Получается, этот полноценный сезон второй я проведу в «Локомотиве». Дальше мы будем смотреть. Пока что все. Стартуем мы с дерби. Очень интересный матч. ЦСКА против «Локомотива». «Локомотив» сейчас идет на третьей строчке. Я даже могу сейчас посмотреть. Да, «Зенит» все пять матчей выигрывает. А ЦСКА... Так, они два матча выиграли. Один ничью, два проиграли. У нас очень такая обидная ситуация произошла. Мы проиграли «Химком» нашей бывшей команде. Но ничего страшного. Матч у нас сейчас ЦСКА против «Локомотива». Выездная будет игра. И я в настройки камеры зайду. Все. Здесь я уже поменял на вертикальную. Правильно же там? Она же вертикальная называется. Да, вертикальная камера. Вот. Мне так поудобнее играть. Как бы неохота мне на общий план за все выводить. Тем более там фокус на одном игроке. То есть на мне. Мне неудобно. Мне надо смотреть, где там мяч, как он двигается. Все такое. План игры давайте глянем. Требель у нас уже капитан команды. Антон Миранчук теперь на центральном, ну, атакующем. Раньше он слева играл. Ионов также в старте сегодня. Коченков. Ну, и мы видим, что Акимфеева сегодня не выпустили. Почему-то он на скамейке остался, как и у нас с Гильерми. Ну, что же. Виттер Эудеш и у нас Антон Коченков. Поехали. Итак, друзья. Веб-арена. Мы немного так далеко из Черкизова уехали. Для того, чтобы сыграть выездную игру. Причем в дерби. Естественно, дерби это очень интересный матч. Да, не дерби. Всея Руси. Хотя, мне кажется, каждый игрок в чемпионате России очень хочет поучаствовать в этом матче. Кто не играет за ЦСКА и за Спартак. Но мы тоже не в плохом таком московском клубе. Выступаем в Лиге Европы. Заняли вторую строчку по ходу предыдущего сезона. В этом боремся за чемпионство. Пока что тяжело это удается. Конкурировать против Зенита, у которого сейчас стопроцентная результативность. Ну что же. Сложность я поменял. Поэтому посмотрим, как сегодня мы отыграем этот видеоролик. Отлично. Сейчас здесь мы подковырнули. И Миранчук. Ой-ой-ой. Как же мы сейчас могли отдать-то на Антона. И все. Меня заменили. На 63-й минуте. Вместо меня выходит Эдер. Ну что же. Досмотрим остаток матча. И снова, друзья, потеря очков у нас. Стартуем сегодняшнего выпуска с ничьей 0-0. Это вообще очень частный такой результат. Я заметил, кто снимает про Эволюшн. Что в карьере за игрока. Именно прям очень часто ничьи 0-0. Хотя мы видим, что и ЦСКА и больше тоже нас пробили по воротам. И точнее. Но. У нас очень хорошо сыграл Коченков. Он получает оценку 6-5. Лучший игрок матча. И у нас ничья. Это снова потеря очков. Зенит тоже, кстати, потерял. Сыграл в ничью с Ахматом. И теперь их обгоняет Спартак. Вот. По разнице забитых и пропущенных мячей. На один мяч у них больше. Так что теперь осталось только Спартаку и Зениту проиграть. Надеюсь, может быть, нам. И тогда мы их как-нибудь там обгоним. Химки, кстати, сейчас идут на 15-й строчке. У нас 75-й рейтинг. Я не помню. Вроде у меня был 74-й. Впервые у меня 75-й. Это в FIFA была бы точно вот золотая карточка. 11 матчей в этом сезоне. 5 голов я забил. Будет 30-й матч за всю карьеру. И вот такие вот пока что дела. И мне показывают, что через 3 года, если я так же буду все прогрессировать, у меня будет рейтинг выше 80-й. Уже это очень будет классно. Вот пока что такие стады, кому вот интересно. Итак, нам приходит сообщение. 7-го. Да, это получается, я играю сегодня в стартовом составе за сборную России против сборной Хорватии. И снова у нас причем 2 я вижу домашних матча. Ну что же. Напишите также в комментариях. Мне очень интересно послушать ваше мнение. Стоит ли мне вообще отыгрывать вот эти матчи сборной России именно товарищеские. То есть ни на что не влияющие. Может быть, да, чтобы я как-то привыкал к игре. Все-таки, чтобы свой скилл прокачивал от каждой игры. Либо все-таки нам их лучше скипать. Вот. Вот она наша расстановка. Я самый низкорейтинговый игрок в команде. И Акинфеев, кстати, впервые вроде на воротах. Когда я в сборной. Там было всего лишь 2 матча. Но не суть. Итак, третий матч за сборной России. Против Хорватии играем. Поехали. Итак, Россия против сборной Хорватии. Помним мы этот матч, естественно, четвертьфинал чемпионата мира 2018 года. И тогда по серии пенальти сборная России, к сожалению, проиграла. Посмотрим, как сегодня мы отыграем. Тоже интересный соперник. И, тем более, за сборную России. Также здесь наш одноклубник есть. Одного, но я точно увидел. Это Ведеран Чорлука. Сегодня он даже в стартовом составе. А вот так вот пьяка. Но Игорь Акинфеев потащил этот удар. Так, спокойно. И очень был сейчас, конечно, выгодный момент для пробития. Но не точно удар, конечно, пошел. Да, меня заменили. 74-й минуты. Вместо меня выходит Алексей Миранчук. И все. Третий матч за сборной России заканчивается. Тоже ничья 0-0. Очень обидно. Очень обидно, что вот такой контент получается. Три удара. Мы даже сравнялись по ударам. Зобнин лучший игрок матча. У меня оценка 6-0 за матч. Даже Дзюбой тот лучше получил оценку. За то время он там минут 30 сыграл. Вот. Ну и получается, вот за сборную России у меня 3 матча. 6-7 оценка. Ни одного гола, ни одной голевой пока что передачи. Ну что же, снова мы в старте. Игра у нас против сборной Мексики. С этой сборной мы играли против... Ну, против сборной Мексики мы играли на Кубке Конфедерации. Получается, до 2017 года. В полуфиналь... Нет. Даже не полуфинал был мы, потому что не вышли. Мексиканцы и португальцы вышли. В третьем туре мы вроде как 2-1 проиграли. А мексиканцам, если я ничего не путаю. Вот. Лунев у нас сегодня на воротах. Интересный матч. Рауль Хименеса еще и показывают нам здесь. Поехали. Итак, сборная России против сборной Мексики. Четвертый уже матч наш за сборную России. Все никак не удается мне победить. Было 2 ничьих и 1 поражение. К сожалению. Но я все-таки верю, что когда-нибудь, да у нас и должно сложиться. Может от соперника тоже будет зависеть. Но впервые я сейчас, кстати, играю не против европейской сборной. У нас дебют был против сборной Бельгии. Потом с австрийцами мы играли. А в сайда никакого здесь нет ни машины. Ой, ну я оставил мяч, потому что там бы все равно бы отобрали. Ну и меняют меня, выходит вместо меня Артем Дзюба. 64-я минута матча. Ну и досматриваем остаток игры. И все. Четвертый матч за сборную России закончен. И получается уже третий матч в сегодняшнем выпуске. Все по нулям. Это просто не из-за сложности, мне кажется, это зависит все-таки. Почему сами даже игроки моей сборной без меня сейчас вот не могли ничего решить. Да даже если мы пропустили бы, ладно, мне бы хоть какой-то гол бы выстоит. Но нет. Все вот по нулям. Тоже вот это очень долгое время. Это вроде было и в 20-м про эволюшене. По тому, как я видел. Ну и сейчас у нас матч за локомотив уже. Лига Европы. Это третий тур. Если я ничего не путаю. Мы начинаем сегодня в старте, естественно. Играем против Цюриха. Давайте мы сейчас посмотрим. На каком месте там мы сейчас вообще находимся. Мы идем сейчас на втором месте. У нас победа и одно поражение. Бешикташ нанес все-таки, значит, поражение Цюриху. У Цюриха вот два поражения. Два забили, шесть они пропустили. Мы сейчас хотя бы в нуле. Мы один забили и вот один пропустили. Но сейчас именно против Цюриха у нас будет третий и четвертый тур. Команду сейчас, по крайней мере, обыграли все, кроме нас. И осталось нам теперь в двух матчах добывать две победы. И надеяться, что с Уллурхэмптоном вместе с ними в плей-офф выйдем мы. Вот такой у нас состав. Видим Гильерми сегодня. Миранчук, Жамаледдинов. То есть Николич прям хороший состав выпустил на Еврокубковый матч. Поехали. Итак, Лига Европы UEFA. Локомотив сегодня дома принимает Цюрих. Тоже интересная команда, которая, правда, пока что не суждено, видимо, победить. За два тура у гостевой команды два поражения. От Улурхэмптона и от Бешикташа. Ну и сейчас Локомотив, который обыграли Бешикташ на этом стадионе. Но на выезде они, к сожалению, проиграли Улурхэмптону со счетом 1-0. Вот такую хорошую нам сейчас передачу отдавали. Но я как-то ее и не увидел, и не понял, что сейчас на меня отдадут. Хороший сейчас отбор мы показали. И хорошую сейчас какую передачу-то мы отдали. Ну здесь забивать. И это гол. Предголевый пас на Рифата Жамаледдина сейчас. Вы просто посмотрите, как я увидел, причем и отдал. Это супер просто. Кто у нас там вообще пятый номер в Локомотиве? Сейчас надо глянуть, повернуть, когда спиной. Требель. На Требеле я отдал. Здесь очень хорошо. Увидел, отдал ему левой, причем ногой. И он левой ногой. Нож Маледдинов правый, прям рядом с вратарем. И все это. Наконец-то первый мяч мы забиваем за 4 матча. Да, меня заменили. 78-я минута. Исмолов. Вышел в последний раз. Он выходил вроде вместо меня в матче Кубка России. И все. Наша первая, наконец-то, победа в сегодняшнем выпуске. Вторая победа в Еврокубке. За Локомотив благодаря моей предголевой, можно сказать, передаче на Рифата Жамаледдинова. Мы побеждаем дома. Обыгрываем Цюрих. Все так и должно было быть. Оценка 6,5 у меня за матч. Неплохо. Посмотрим, как сейчас Волорхэмптон там сыграл. Так, они минимально на выезде обыграли Бешикташ. И сейчас у них вот 9 очков. Так что, мне кажется, здесь нам нужно действительно сейчас брать 6 очков от Цюриха и от Бешикташа. И надеяться на то, что получится нам обыграть Волорхэмптон. Ну что же, приходит сообщение. Против Ростова я тоже сегодня в старте. Ростов не идет сейчас даже в топ-10. Будем надеяться, что Зенит и Спартак в будущих матчах все-таки потеряют очки, чтобы мы хоть как-то смогли нагнать. Ну что же, сейчас у нас домашняя игра против Ростова. Посмотрим сейчас на план игры. У них есть хороший нападающий Шамуродов. Вот. Посмотрим все-таки, как отыграем. У нас Гильерми сегодня на воротах. Антон Миранчук сегодня с нами, так сказать, в связочке. Лысов и Ионов еще на флангах. Так что, поехали. Итак, Локомотив Ростов, РЖД Арена. Интересный матч на сегодня с вами ожидает. Минимально Локомотив предыдущую игру выиграл в Лиге Европы против Цюриха. Но посмотрим, как мы сегодня сыграем против Ростова. Причем обе команды мы видим сейчас играют от обороны. Миранчук на нас отдает на фланги. Но здесь нас Чернов обгоняет. Но мы обкрали его. И не забивает сейчас. Кто это? Лысов, 84 номер. Какую же хорошую мы передачу? Впервые у нас за столько, за такое долгое время не получалось ничего показать. Но вот здесь очень хорошую мы передачу отдали. Причем не глядя, потому что я не видел. Только вот на радар, на схеме мог что-то сделать, но нет. И вот, хороший момент. И как мы сейчас не забиваем, а? Очень хорошо сейчас получилось все. Убежали все вперед в контратаку попытаться. Но вот Требель нас отдает. Мяч мы далеко отпустили. Но с подкрутки я здесь пробивал. Поэтому надо было, наверное, прямым ударом. И не забивает. Это уже кто? Живоглядов вроде, да? Второй номер. Стопроцентная ситуация сейчас была, чтобы забивать. На меня отдали. Я здесь проткнул. Но из-за защитника даже в створ не пошел этот удар. Будет сейчас подача углового. Нас должны сейчас заменить, да. И все. Снова ничья. Со счетом 0-0 матча заканчивается. И оценку мы получаем 6-5. Ну что же, после этого матча мы все так же на третьей строчке. На 5 очков нас опережает «Зенит». И «Спартак» там, скорее всего, сыграл в ничью. И в 3 очка отставания до «Спартака». Ну, оценка у нас 6-6 средняя. Ну и рейтинг 75. Ну что же, мы снова в сборную России вызываемся. Уже получается третий раз. Получается наш пятый и на шестой матч со сборной. Сейчас у нас игра против «Динамо». У нас с ними равенство очков. Это практически, как называется, битва за 6 очков. Поэтому это еще и московское дерби, ВТБ, арена. Интересный матч. Правда, мы играем на выезде. Но все равно, я надеюсь, у нас все получится. Итак, да, мы переходим еще от объявлений национальных сборных. Читаем сообщения. Да, мы в старте, естественно. Потому что вроде как там мне даже доверяют. Нет, было написано, что главный тренер «Локомотива» мне доверяет. Ну, это замечательно. Гильерман на воротах, Баркок. Сегодня Антон Миранчук с какого-то фланга там. Миранчука вообще даже уже в центр поля убрали вместе к Рыховику. Ну что же, все равно посмотрим. Интересная игра. Поехали. Итак, ВТБ, арена. Замечательный стадион. Очень прям действительно похож. Посмотрим, как мы сегодня отыграем. Тоже важная игра. Нельзя нам сегодня терять очки. Нам нужна только победа. Да, штрафной. Я надеюсь, сейчас у Миранчука получится забить. Потому что очень важный матч. Итак, удар. Но нет, потащил. Потащил. Эдер вместо нас вышел. Заканчивается у нас матч. И снова, друзья, ничья 0-0. Важным очень матчем в чемпионате России. Но у нас вот ничья. Даже по воротам мы больше здесь пробили. У меня оценка 6-5. Ордец лучший игрок этого матча. 7-0 у него оценка. Мы после этого матча еще и сместились на четвертую строчку. Теперь у нас 15 очков. Краснодар нас обогнал. У них 16. Ну а Зенит все так же там на первой строчке продолжает побеждать в каждом матче. Итак, четвертый тур у нас Лиги Европы. Против Цюриха мы играем. Стадион Лэдс Грунт. Но посмотрим. Посмотрим. Будем верить, что Бешикташа получится на выезде отобрать очки у Вулверхэмптона. Но мы должны на выезде очень хорошо отыграть. Потому что обыграли в третьем туре, правда, минимально. Но ничего страшного. У нас каждая победа в Лиге Европы. Что над Бешикташем, что над Цюрихом была минимальная 1-0. Так же, как и поражение. Причем от Вулверхэмптона тоже в один мяч. Итак, Лига Европы Цюрих принимает Локомотив. Интересная игра. Локомотив минимально обыграл Цюрих у себя дома. Со счетом 1-0 тогда забил Рефаджи Малединов. Моя предголевая передача на него была. Мы это, естественно, помним. Цюрих сразу побежал, кстати, в атаку. Ну и потому что нечего уже терять. Ему нужно, получается, обыгрывать во второй половине Лиги Европы всех абсолютно. Поэтому они пошли, естественно, в атаку. И вот хорошая сквозная передача. И снова же отдаю хорошую передачу на Миранчука. Но будет угловой. Скорее всего, мы видим, что арбитр показывает на угловой. Помешали ему. Здесь очень хорошо у нас получилось просочиться. Удар, да. Ну, здесь рикошетами опять. Безголевая ничья у нас. 0-0. И вот это очень обидно, что первые, причем, очки мы дали именно Цюриху. Они ни с кем не сыграли в ничью, кроме нас. Поэтому сейчас будет очень тяжело еще сыграть против Бешикташа. Хотя глянем сейчас, как они отыграли. А Бешикташ, да, причем обыгрывает Вулверхэмптон. И сейчас это потеря очков для Вулверхэмптона. Если мы бы сегодня побеждали, у нас было бы 9 очков. И мы бы с ними сравнялись. Так что Бешикташ прям во все тяжкие сейчас пошел. Чтобы оставаться, естественно, в Лиге Европы. Со второй строчки им хотя бы теперь выходить. Но нужно им тогда обыгрывать нас. Итак, у нас очередной матч. Матч у нас домашний. Против Ахмата мы играем. Ахмат сейчас идет на седьмой строчке. У нас 4 очка отставания. Но на самом деле мы можем, если победим. А Краснодар и Спартак проиграют. Попасть сейчас даже на вторую строчку. Но к Зениту будет очень тяжело подобраться. Поэтому Локомотив Ахмат. Поехали. Итак, заснеженный уже стадион. Локомотив сегодня принимает Ахмат. Интересная нас сегодня ждет игра. Ну что же. Локомотив очень уже давно не побеждал в чемпионате России. Последняя победа вообще у Локомотива была над Цюрихом. В Лиге Европы на этом стадионе. Поэтому будет интересно посмотреть, конечно, как сыграют команды Локомотив против Ахмата. И желтую карточку я еще и получаю. Первую свою в карьере вроде. За вот этот вот момент, что сзади придержал. Ну и меня сейчас должны заменить, естественно. Да, вместо меня выходит Эдер. Ну и первая моя желтая карточка в карьере. Подача и выше ворот пробивает Миранчук. И все. Ничемный ноль. И я все-таки, наверное, друзья, поменяю сложность. Потому что для контента это вообще никак. Я не могу просто ничего сделать на этой сложности. Мы бьем по воротам. Да, я еще и лучший игрок матча. Причем с желтой карточкой. Но все равно. Зенит там 4-0 выносит Уфу. Мы на четвертой строчке. И нам нужно что-то делать. 9 очков уже отставания до Зенита. И это надо как-то исправлять. Вернула снова сложность профессионал. Потому что не могу я на уровень выше играть пока что. Буду здесь пока что пробовать. Через пару выпусков. Может быть я снова поменяю сложность на более высокую. Ну а пока что у нас игра за сборную России против сборной Словении. Посмотрим как мы отыграем. Ян Облак на воротах. Вот. Поехали. Итак, сборная России против сборной Словении. Интереснейший матч нас сегодня с вами ожидает. Итак, Россия против сборной Словении. Поменял я причем сложность. Поэтому мы сейчас посмотрим. Голы-то должны быть теперь на нейтральном. Нейтральном, так сказать, уровне атаки мы играем. Посмотрим. Подача. И это гол. Миха Мевля нам забивает. 18-я минута. Поменял сложность. И вместо того, чтобы мы забивали, забивают нам. Но за сборную. Это у нас уже привычная ситуация, что нам забивают. Также мы от Австрии причем пропустили. С бельгийцами мы отыграли в ничью 0-0. С австрицами мы, естественно, будем пропускать. Так, вот здесь по ногам я получаю. Опасный момент. И забивает. Гол. Отлично. Забивает у нас Кучаев вроде, да, 10-й момент. Да, Константин Кучаев все-таки затолкали. 24-я минута. Там и желтую надо давать все-таки игроку сборной Словении. Он мне там по ноге заехал. И, слава богу, получилось сравнять. Это первый вообще гол. При мне на поле сборная России забивает. Вот здесь вот. Но это нифига не в мяч. Я выбирал уже мяч. Потому что видел, что он сейчас пойдет. И вот здесь Кучаев просто уже по пустым воротам. Пробивает. И забивает. 1-1. Сравниваем и счет. Отлично. А это что? Это пенальти или штрафной сейчас будет? Что-то так, если прям кричат, они, наверное, все-таки пенальти. Хотя там на линии, мне кажется, даже было. Да, поэтому я... А нельзя попросить вот. Дайте мне сюда. И я забиваю. Первый гол за сборную России. Ладно, что мы вот так вот сейчас разыграли. Но ничего. Первый гол за сборную России против сборной Словении. Отлично. Получилось сравнять левой ногой. Выйти даже вперед. Левой ногой сейчас пробил. Очень хорошо разыграли этот штрафной. Из-за стенки не видел, конечно, Ян Облак. Сейчас посмотрим, мимо кого я, так сказать, пробил. Здесь седьмой номер. Вообще. Из-под его ноги прям пробивал. Ну, отлично. Первый гол за сборную России. Пусть хоть и в товарищеской игре против сборной Словении. Но сложность все-таки влияет абсолютно. И все. Наша первая победа за сборную России. Благодаря тому, что мы еще и забили гол. Валевая, причем, победа. Отлично. 2-1. Я тут еще и снял футболку. Сборная России побеждает. Мы здесь с Дивейми приобнялись. Классный действительно матч получился. Поменяли мы сложность. И все пошло, друзья, как по маслу. Поэтому я останусь, пожалуй, на этой же сложности. 2-1. И за 5 матчей у меня вот один гол. За сборную России. Итак. Снова у нас матч за сборную России. Против сборной Германии теперь. Давайте посмотрим на состав сборной Германии. Здесь у нас терштеги. В старте мы видим. Так, так, так. Ну, одни из самых лучших, мне кажется, сейчас на поле. Тони Кросса бы вместо Гюндагана поставить, к примеру, Кай Хаверса бы выпустить. Даже не знаю, кого бы еще. Санне, может быть, вместо Бранта. Но и так, наверное, нас жалеет. Кто там у них еще до сих пор? Иохим Лев жалеет нас. И выпускает вот такой вот интересный состав. Поехали. Итак, Россия против сборной Германии. Это уже, получается, наш шестой матч за сборную России. В официальных матчах мы еще ни разу не выступали. Только вот товарищеские. Черчесов пробует нас. И мы принесли, можно сказать, победу сборной России в матче против сборной Словении. А здесь уже и в контратаку-то какую мы сейчас выбегаем. Что творим, а? И потащил Терштегина. Вот. Вроде кажется, да, после вот таких вот моментов нужно менять сложность. Но на сложности выше просто нереально играть. Да, нас заменили. 73-я минута. Миранчук выходит вместо Бакаева. Наверное, Дзюба, да. Дзюба выходит вместо нас. Ну и все. На этом заканчивается у нас матч сборной России против сборной Германии. Счет 0-0. Ну и вроде как все вернулось на круги своя. Даже не меняя сложности, все так же мы и остались при этом в результате. Побили, да, тут поворотом. Даже больше получилось пасоваться. Лучшим игроком стал Игорь Кенфеев. Его оценка 7-0. У меня 6-5. Ну вот так вот за 6 матчей. 6-7 у меня оценка. И один единственный забитый мяч против сборной Словении. Ну что же, у нас сейчас выездная игра против Рубина. Интересный будет матч. Но мы как-то видим, что Рубин не находится сейчас даже в топ-10 команд. Но это абсолютно ничего не значит. Команда может определенно настроиться на абсолютно каждого соперника. И может быть персонально быть готовым именно к нам. Поэтому посмотрим, как мы сегодня сыграем. И, кстати, Рубин – это первая команда. Так вот, что-то прямо именно в этот момент вспомнил, когда я забил свой первый гол. Именно ворота Юрия Дюпина я забил. Так что посмотрим, как мы сегодня отыграем. И именно, кстати, да, на Казань-арене и именно тоже на выезде за футбольный клуб Химки я забил. Посмотрим, как будет в этот раз. Итак, Казань-арена – это первый стадион, на котором я побывал у клуба Чемпионата России. Но не смотрел матч, потому что на тот момент на этом стадионе была реконструкция к Чемпионату мира по водным видам спорта. Это был 2015 где-то год. Но потом, естественно, на первом матче я побывал все-таки на матче Зенита. Но не суть. Сейчас у нас игра против Рубина. Вместо меня вышел там, скорее всего, снова Эдер. Хотя нет, Федор Смолов. Я увидел, что Федя вышел. Ну, посмотрим, какого он отыграет. Ну и все. Это ничья 0-0. Были, конечно, в этом матче прям топовые моменты. Просто не реализовали где-то их. По ударам – 4 удара, 2 в створ. И лучшим становится Антон Миранчук. 7-0 у него оценка. Мы все так же на четвертой строчке. 28 очков у Зенита. 11 очков у нас отставания. 75 у меня рейтинг. Давайте так сделаем. Если вот когда у меня будет 80-й рейтинг, тогда я попробую в следующий раз повысить сложность. Потому что, ну, с таким рейтингом очень тяжело играть на этой сложности. Но сейчас у нас еще и матч против Бешикташа. Очень важный. Сегодня нам нужно побеждать. И тогда мы точно вроде как пройдем в плей-офф Лиги Европы. Ну, минимум там со второй строчки. Поэтому в Турцию мы отправляемся. Поехали. Итак, Лига Европы. Пятый тур. Водофон Арена. Бешикташ принимает футбольный клуб Локомотив. И минимально мы обыграли Бешикташ у себя дома. Посмотрим, как мы сыграем теперь на выезде. И именно свой первый гол в Лиге Европы и вообще в Еврокубке за Локомотив я забил именно ворота Бешикташа. Ну, так. Там очень хорошо мы отыгрались. Большое спасибо партнеру, когда надо было мне все-таки сказать. Потому что если бы не он, то там вряд ли бы получилось. Он мне просто на пустые ворота, так сказать, отдал передачу. И вот. И вот. И это гол. И это гол. Отдаем мы голевую передачу в Лиге Европы. Баркок забивает. Отлично. Десятая минута. И это 1-0. Очень хорошая у меня результативность против Бешикташ. Второй матч. И я отдаю голевую передачу. Отлично. Это вроде даже первая голевая передача у меня в этом сезоне. Ну и замечательно. Вот здесь получилось увидеть у меня Баркока. Ой-ой-ой. Ну это пенальти или штрафной? Это пенальти, скорее всего. Или что-то он так показывает? Посмотрим с этой камеры. Не, ну это пенальти. Это в штрафной было. Но пробивать будет Ионов. Посмотрим. И отбивает. И отбивает. Отбивает мой заработанный пенальти. И все. Минимальная победа над Бешикташем. И здесь мое прям празднование такое вопиющее, можно сказать. И это означает только одно. Мы в плей-офф Лиги Европы. Минимум со второй строчки. И сейчас все будет решаться. С первой, либо со второй мы выйдем в плей-офф. Но мне кажется, я не вижу вообще смысла первая, либо вторая строчка Лиги Европы. Я просто не понимаю. В Лиге Чемпионов-то еще понятно, что если ты занял первую строчку, ты встречаешься против команд, которые заняли вторую. Здесь есть какая-то мотивация. В Лиге Европы я ее, по крайней мере, не вижу. Я лучший игрок матча. 7,5. У меня оценка. Волверхэмптон 2-0 обыграл Цюрих. И сейчас вот у нас отставание в 2 очка до Волверхэмптона. Победа означает только одно, что мы обгоним Волверхэмптон. Ничья. И Волверхэмптон выходит с первой строчки. Вот такие пока же дела. Голевую передачу отлично записал. Теперь это моя четвертая голевая передача за всю карьеру. Ну и сейчас вот последний матч и как раз матч против Сочи. Тоже интересная команда. Идет сейчас на шестой строчке. Отставание у нас с ними в 3 очка. Вот это для них хороший шанс сравняться с нами. Поехали. Мебель сегодня в стартовом составе, кстати, у Сочи. Так что посмотрим. Итак, Локомотив Москва против Сочи. Сейчас это последний матч на сегодняшний выпуск. Ну и посмотрим, как все-таки отыграют эти две интересные команды. В 3 очка отставание у Сочи до Локомотива. Локомотив предыдущую игру отыграл шикарно на выезде, обыграв Бешикташ. Правда, минимально. Но это им позволило выйти в плей-офф Лиги Европы. Пойдут сейчас замены. И меня меняют на 72 минуте. Эдер выходит. Так что вряд ли я сегодня больше забью. Но будем верить, что Локомотив сможет обыграть сейчас Сочи на домашнем стадионе. И все. На последних минутах даже не получилось у Локомотива вырвать победу. Ничья снова 0-0. И на сегодня наш выпуск заканчивается. Один удар, один створ. Там Неранчук вроде стал лучшим игроком матча. Мы все так же на четвертой строчке. Вы просто посмотрите, что вообще происходит. Мы не можем набрать никак форму. 13 уже очков лидерства у Зенита. Просто что-то невероятное. 75 у меня рейтинг. 19 матчей уже мы сыграли. Получается за сегодняшний выпуск 9 матчей. 6,7 у меня оценка. 5 голов. Одна голевая передача. Ну и лучшим футболистом. Наконец-то Неймар получает золотой мяч. Поздравляем его с этим. В 2021 году получил. Очень даже рад за него. Мне очень нравится этот футболист. Кто бы про него что ни говорил. Очень нравится вот его игра. Как раз вот следующий выпуск мы начнем с игры Зенит против Локомотива. Все-таки эта команда меня тоже отказала во втором сезоне принимать меня. Мы постараемся еще зимой отправить им предложение. Так что на этом пока что все. Спасибо всем большое, друзья, за просмотр. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать наши новые видеоролики и стримы, которые у нас выходят по выходным. Подписывайтесь на мой новый игровой канал. Но уже не новый. Просто на мой игровой канал. Второй. Ссылочка есть на него в описании. Подписывайтесь на инстаграм аккаунт нашего футболиста. С вами был Андрей. Канал футбол. Это Жиданок Солич. Друзья, всем до свидания. Друзья, всем до свидания.